Дальше я хочу представить вам Степана Овчинникова. Тут жарко, я постараюсь весело и быстро, хотя у меня полчаса, так что сильно быстро не выйдет. Меня зовут Степан Овчинников, я руководитель компании Интерволга, мы специализируемся на доработках, ну мы любим слово сложные, нас тренеры по продажам учат не говорить слово сложная доработка, говорить там высокоэффективные бизнес-решения, но тем не менее мы специализируемся на сложных программных доработках Bittrex24, BUSA, ну и вообще всех этих технологий. Я расскажу, вот послушал несколько докладов, меня это радует, была цель отстроиться, другой подход к тому, как используется Bittrex24. Так, вот не понимаю. А, все проще, спасибо. Коллеги рассказали много полезного, как использовать стандартную функциональность Bittrex24, как расширять возможности стандартных инструментов, чек-листы, внедрение стандартных инструментов. Это действительно правильный подход, и мы всегда стоим за то, чтобы использовать максимально стандартные инструменты. Велосипедостроение не наша религия. Но я хотел бы рассказать о том, как создавать собственные инструменты на базе платформы, как создавать внешнюю интеграцию, о них уже говорилось. Ну и в качестве высшего пилотажа несколько раз мы сталкивались с ситуацией, когда запускаются собственные облачные или псевдооблачные решения на базе платформы Bittrex24. То есть это все, кроме того, что умеет Bittrex24. Как это, собственно, делается? Делаются такие вещи методом, ну скажу страшные слова, правки кода платформы, правки часто по-живому, не всегда, ну что такое по-живому? Выпущен новый функционал, ну чего угодно, контакт-центр сегодня, через полгода наверняка у нас будет один-два проекта, в которых мы будем этот код редактировать. Ну, во-первых, как и почему мы это делаем? Я всем партнерам всегда рекомендую вспоминать, что мы, ну большинство партнеров Bittrex, все-таки учились на разработчиков. Мы вообще-то программисты-разработчики, мы должны помнить свою профессию. Мы можем создавать произвольные интерфейсы, мы можем включать мозг и не ломать архитектуру, и вообще, ну это наша профессия, мы это умеем. Для клиента ситуация выглядит довольно сложно. С одной стороны, в какой-то момент появляется ощущение, что можно поправить все. Ну, а можно вот здесь стеночку подвинуть, как в том фильме? Ну, конечно, можно. Я покажу, у меня будет много скриншотов, вы увидите, что можно делать. Но при этом это немножко опасно, потому что можно сломать то, что было за стеночкой. Это в каком-то смысле захватывает дух и открывает ящик Пандоры. Люди начинают считать, я имею в виду заказчиков, и разработчиков и менеджеров проектов вообще всех, у них такой коллективный гипноз, они начинают считать, что правда можно поменять все, и немножко не думают о последствиях. Поэтому слово опасно я буду иногда говорить. Но, тем не менее, я расскажу о нескольких вещах. Мы отобрали пять функциональных решений, которые нами были реализованы в разное время в коробке, которые я бы хотел показать. Вот первое самое, от простого к сложному. Первое самое простое, с ним получился не такой легкий конфуз, ну, я думаю, что половина уже понимает, в чем заключается конфуз, но мне даже приятно, что он получился. Выступал сегодня Олег Елманов, он рассказывал, как подстроить бизнес-процесс, если у вас 20 коммерческих предложений на одного клиента в ходе работы с ним. Вот как создавать такие красивые коммерческие предложения? Вот до сегодняшнего дня Битрикс24 коммерческие предложения выпускал вот в таком виде. То есть оно от счета, как видите, неотличимо. Если сильно зажмурится, то кажется, что это счет. И это стандартный шаблон. Клиент, разумеется, хочет другого. Клиент хочет не только свой логотип, он хочет свой текст, он хочет картинку, он хочет какие-то особые приписки. Много чего хочет клиент. И мы еще год назад реализовали редактирование шаблонов коммерческих предложений, следовательно, и любых других документов через стандартные шаблонизаторы Microsoft Word и любых других табличных текстовых редакторов. Получается вот такое коммерческое предложение. Схемка, как это работает. Модуль, который подменяет генератор коммерческих предложений, генерирует PDF-ки, кладет его файликом в диск. Все хорошо. Получается, например, вот такое коммерческое предложение, которое до сегодняшнего дня сделать было нельзя. Ну, в чем конфуз, да, Рыжик, вы все слушали, вот с сегодняшнего дня этот функционал вышел в коробке. То, что было сделано год назад по острому запросу больше, чем одного клиента, и в течение года эксплуатировалось, сегодня появилось в коробке. Могло, кстати, не появиться. То есть это далеко не все из того, что мы разрабатываем, догоняется вендорам. Мы к этому относимся совершенно спокойно. Битрикс для нас много делает хорошего, но в целом, с точки зрения бизнеса, это климат. Вот это климат, он такой. Мы работаем, учитывая этот климат. И ничего плохого в том, что функциональность наша была повторена в коробке и в облаке, и скоро появится. Мы в этом проблеме особо не видим. Это пример решения. Это был самый простой. Чуть более сложное. Много сегодня говорилось о бизнес-процессах. Я люблю бизнес-процессы, и мы много их делаем. Но когда вы пытаетесь решить действительно сложную задачу, где нужно уникальный интерфейс, специфические кнопки, уведомления, какие-то бизнес-действия, которые не так легко помещаются в конструктор бизнес-процессов и не покрываются собственными действиями, а люди хотят удобства, а вы понимаете, что огромное количество бизнес-заказчиков, не знаю, бухгалтерия, юристы, продажники, да кто угодно, любое лицо, действительно принимающее решения, хочет удобства, а не только быстрого конструирования. Они хотят бизнес-процессы с уникальными интерфейсами. И мы такие бизнес-процессы делаем. В качестве примера я взял самый общий, наверное, популярный бизнес-процесс – согласование договоров. Я думаю, что если вы, заказчик, вы его пытались использовать BITX24, если вы, разработчик, вы его делали, это крайне популярный пример. Реализации существует великое множество. Я покажу вам нестандартную реализацию и покажу, как она работает. Вот это то, что мы называем дашборд. Ну, может быть, слово красивее, чем просто цветные прямоугольники, но все-таки, что это такое? У нас на согласовании, допустим, находятся вот эти вот семь договоров аренды. Общий статус у них всех согласования, и по каждой роли указано, согласованы или нет, с каким статусом, и может увидеть дополнительную информацию, как именно оно согласуется. Вот такую красивую табличку мы научились делать без программных доработок кода BITX24, но относительно недавно. И та табличка не такая красивая. Вот эта штука сделана специально в коробке. Я вам сейчас покажу некоторые подробности. Вот наводишь ты на документ, и у тебя информер произвольного состава, естественно, может быть, информации. Мы показываем инициатора, крайний срок, текущее состояние, и все это является ссылками. Можно пойти на задачи согласования. Можно увидеть множество деталей. Дальше больше. Как выглядит согласование договора внутри? Это интерфейс, который, если вот сильно-сильно прищурится, кажется, что это стандартный интерфейс BITX24. Ну, цветные кнопочки, панельки, все, как мы любим. Но на самом деле это совсем отдельная штука, которая делает совсем отдельные вещи. Покажу крупнее. Допустим, мы с вами согласуем аренду трактора. У нас некие кнопки загрузки новой версии договора. Есть мой комментарий. Я написал, что добавил условия ответственности за ненормативный износ трактора, но если на нем там Формуле-1 будет участвовать, например. Соответственно, блок самого согласования представляет собой тоже нестандартную табличку с новыми кнопками «История версии», «Текущая версия договора», «Задача», «Лист согласования». Сейчас я вам тоже покажу. Вот интересный момент, он мне очень нравится. Что такое задача на согласование договора? Она всем обычная, кроме маленькой детали. Посмотрите на кнопочки. Это кнопочки другие. Эти кнопочки называются «Согласовано», «Согласовано с комментариями», «Не согласовано». Ну, открою тайну, кнопки могут быть любыми. Когда мы беремся за дело, кнопки могут быть любыми. Они могут быть, кстати, разных цветов. Да, есть такая настройка, потому что некоторые кнопки означают отказ или перемещение в замерзший статус. То есть у Битрикса два цвета, красный и зеленый. Кнопки могут быть и фиолетовыми тоже. Важно, что эти кнопки выполняют разные действия. Они влияют на сущности. И мы умеем создавать отдельные категории задач с отдельными типами кнопок и встраивать это все в более сложные конструкты вроде бизнес-процесса. Ну, после PDF коммерческих предложений я вас уже не удивлю тем, что лист согласования тоже генерируется, тоже скачивается. Ничего сверхъестественного. Что получается? Получается цельное решение, сделанное под клиента и относительно легко настраиваемое под изменение его бизнес-сценария. Если он отрубит голову юрисконсульту и наймет вместо него, условно, двух аутсорсеров, которые будут выполнять те же самые функции, процесс настраиваемый, немножко программного кода, немножко настроек, это будет работать. У меня будет слайд с ценами. Это сильно дороже, чем если просто собирать на конструкторе. Ну, особенно на конструкторе бизнес-процессов. Многие умеют собирать и без программистов. Но это сильно выше по качеству. Ну, ваш юрист будет счастлив. Правда. Потому что пока я видел очень мало бизнес-пользователей, которые были довольны бизнес-процессами, сделанными стандартным конструктором. Они могут, но все-таки это остается инструментом, сделанным программистами для программистов. Не самый лучший комплимент, но это так. Пойдем дальше. У меня еще три инструмента. Мы сделали такую штуку, как управление типовым проектом в Bittrex 24. Что такое типовой проект? Есть огромное количество бизнесов, которые, с одной стороны, работают в проектной модели, строительство, торговля, они постоянно открывают и закрывают магазины, любая разработка, турагентство. Они выполняют череду последовательных, примерно одинаковых проектов. Это суть их бизнеса. Вот и очень многие такие компании, они когда видят, ну, на самом деле, любой таск-трекер, ну, и Bittrex 24, как пример, очень дружелюбного таск-трекера, на самом деле, со статусами, значит, с диаграммой Ганта, с диаграммой Мой план, которую все любят, они начинают им пользоваться. Как это выглядит? Извините, у меня много скриншотов, не уверен, что всем видно. Я чувствую себя как из того анекдота про учителя математики. Я покрупнее покажу эти бесконечно малые треугольники. Вот это они. Как выглядит типичная попытка вести проект в Bittrex 24 с подзадачами? Есть некая мастер-задача открытия магазина, и есть задача со статусами. Кто по организованию, они их нумеруют, назначают на ответственных, ну, в общем, работают люди. Это, ну, правда, требует некоторого интеллектуального усилия. А теперь представьте себе, что таких проектов у вас в компании одновременно ведется 100. Ну, вот в нашем мире, в мире веб-продакшена, ну, у нас, это немножко смешно звучит, но у нас количество проектов всегда примерно равно числу сотрудников, которые у нас работают. Потому что проекты растянуты. Ну, там, 50-60 проектов ведется одновременно. Они все примерно одинаковые, но все в разных статусах, с разными проблемами, и надо смотреть, что вообще происходит. То же самое, я вас уверяю, в стройке, в открытии и закрытии торговых точек и так далее. Любая сеть, ну, про магнит говорили вот на днях, они открывают два магазина в день. Ну, из этого следует, что они и закрывают тоже два магазина в день. Это не так просто вообще открыть-закрыть магазин. Что было сделано? Был создан большой довольно блок интерфейсов, который играет роль надстройки, над стандартными задачами. Задачи никто не убил, они остались на месте. Это этап согласования будущего типового проекта. Ну, давайте для примера. Мы откроем магазин по адресу Красная площадь, дом 1. Руководить проектом будет Сергей Рыжиков, а Светлана Берегулина побудет наблюдателем. Что такое наблюдатель? Она будет добавлена наблюдателем во все задачи, которые будут поставлены в рамках проекта. Мы сейчас находимся на этапе согласования проекта. Что это значит? У нас есть предустановленные статусы. Ну, они настраиваемы, естественно. Но на этапе настройки они уже заданы. У нас есть число дней. Но я, к сожалению, не могу вам показать видео. Когда ты вводишь сюда дни, указываешь запас, играешь галочкой, можно ли работать в выходные, у тебя пересчитывается вся диаграмма до конца. Есть календарь рабочего времени. Ну, не бог весть что, да? Но, тем не менее, ты знаешь, черт побери, когда это закончится. Ты знаешь дату окончания. Некоторые компании, которые этим пользуются, они логику меняют. Они строят дату от конца. Они знают, что, ну, не знаю, день МВД будет 21 ноября. И как ни крути, он будет 21 ноября. Соответственно, нужно отмотать все, что касается проекта день МВД, назад. В процессе согласования, вот я сейчас, значит, авторизован как настройщик бизнес-процесса. Я указываю, кто будет исполнителем этого этапа, какие будут соисполнители-наглюдатели, и график пересчитывается. Как только я промотаю дальше, вы сейчас увидите, что произойдет. Мы отправили на согласование, и прилетело на согласование человеку то, что для него задал руководитель. Он видит, что здесь все хорошо, мы успеваем при введении ремонтных работ, а вот разработка зонирования магазина нам не удается в эти сроки. Я, в данном случае Светлана Берегулин, пишу 27 рабочих дней, 21 с запасом, и в выходные я работать не буду. И пишу объяснение. У меня релиз, я не буду ничего делать. У меня график перестраивается, вы сейчас это увидите. Ну, извините за отсутствие видео, поверьте, это работает. У меня здесь, во-первых, появился комментарий, почему перенесено, указано, насколько перенесено. И если обратить внимание, то все нижние сроки тоже уехали. И вот так по всей компании, а в компаниях порой работают сотни людей, проходит согласование. На самом деле сотни, не сотни, даже если их пять, и они не живут в одной квартире, то вы согласовывать будете долго. Вот такой процесс. К чему это приводит? Мы создаем задачи, стандартные битриксовые задачи, которые идут людям привычные интерфейсы, они их получают, обмениваются статусами, комментируют и т.д. Но система продолжает помнить о том, какой был график, и всегда доступен вот такой, воспользуясь словом dashboard, панель с отчетностью. Какие проекты на каких статусах, с какой просрочкой находятся. Вот эта вещь позволяет решить задачу, когда у вас одновременно в компании на стадии выполнения находится, если перемножить число задач на число этапов, проектов на число этапов, ну, допустим, у вас запущено 10 тысяч задач. Средняя задача на открытии магазина 200, средний проект на открытии магазина включает 200 задач, 50 магазинов у вас в стадии подготовки, потому что это долгий процесс. Вот такой гигантский объем. Все это централизованно администрируется, ну, и мы пользуемся стандартными возможностями битрикса по учету ресурсов. Можно относить это к подразделениям, к персоналу, строить графики. Мы вспоминаем, что мы разработчики, мы можем это делать. Следующая вещь, про которую я хотел рассказать, это интеграция с загадочным. Специально такое туманное название слайда выбрал. Что такое интеграция с загадочным? Когда внедряется битрикс24, вообще, когда внедряется любая система, иногда она становится системообразующей для компании. Ну, в каждой большой компании есть, и маленькой тоже, есть такое понятие, ну, главная программа, базовый софт. Ну, на большинстве российских предприятий это 1С. То есть, та главная программа, в которой сидят те люди, которые вообще сидят за компьютерами. У многих это битрикс24 и маленьких компаний, в банках это банковский софт, в торговых предприятиях это специальные учетные системы. Понимаете, о чем я говорю? Вот в некоторых случаях, когда такого базового софта нет для соответствующей отрасли, я приведу пример реальный, то бывает проще такой софт написать, взяв за основу битрикс24. То есть, создается некая уникальная конструкция, которая использует битрикс24. Я не покажу вам много содержательных картинок, потому что кейс очень объемный, я скорее передам впечатление и покажу веселые картинки. У нас поподробнее на сайте об этом написано, что, собственно, было сделано. Вот пример сферы, где нет готового софта и приходится разрабатывать что-то свое, это сфера микрокредитования. Так сложилось, что у нас есть три компании, которые, наши клиенты, которые между собой не знакомы, даже не знают названий друг друга, которые работают на разных рынках кредитования и занимаются как выдачей денег, так и их потом приемом. Вот что-то так сложилось где-то во вселенной, что для них нет готового софта. И они разными путями пришли к идее того, что это надо делать на базе битрикс24. Кейс, который я хотел показать, представляет собой следующее. Есть клиенты в нескольких странах мира, это не только Россия. Есть множество посадочных страниц, на которые эти люди приходят. Есть телефонии, на которые они оставляют заявки. Есть SMS-портал, есть 1С, в которых ведется учет, поскольку есть российские юрлица. И в середине всего этого находится битрикс24 как агрегатор информации. Получается такая автоматизация бизнеса по-взрослому на базе битрикс24. Когда я в первый раз услышал о том, что так делают, ну, несколько лет назад, я был в некотором шоке. Мне казалось, что ну не может быть, чтобы крупные серьезные компании не имели готового софта под свое решение или вокруг них не метались голодными акулами разные разработчики. Почему-то оказывается, что такими разработчиками оказываемся мы, только не мы голодные акулы, а скорее люди просят решить их задачи. И не за то, что это довольно дорого, они это делают. Так вот, берется автоматизация бизнеса по-взрослому на основании битрикс24, ну и на примере этого кейса делается следующее. Производится интеграция с 1С. Не дожидаясь REST API, который сегодня выпускает битрикс, проведена интеграция с несколькими десятками различных 1С, разных конфигураций, стоящих в разных местах, выполняющих разные функции. Звучит страшно, но это работает. В каждой стране своя телефония, свой биллинг, свое взаимодействие. Только в одной стране, которой мы занимаемся особенно плотно, внедрено 4 платежных агента. Произведена интеграция, почему я говорю интеграция с неведомым, интеграция системы с 4-мя платежными агентами. Вот Катя мучила вас вопросами, дайте я тоже один вопрос задам. А кто знает, что такое платежный агент? Поднимите руки, пожалуйста. Вот я так и думал, что вы не знаете. Я тоже не знал, пока мы в этот проект не ввязались. Платежный агрегатор знают многие. Платежный агрегатор – это такая штука, которая умеет получать деньги из любых источников почти и отдавать их в интернет-магазин за комиссию. В России много платежных агрегаторов, Яндекс, Робокасс, много. Платежный агент – это все то же самое, только двунаправленное. Это такой финансовый институт, который, управляясь из интернет-магазина или из 1С или из программного кода, он умеет деньги как принимать, так и выдавать. Вы можете отправить ему запрос, выдай, значит, Педро Гонсалесу из какой-нибудь страны, не знаю, 135 песо, и она выдаст. Конечно, электронная подпись, защищенный канал, но она выдаст. Она будет знать, что она выдала, в нужный момент она начнет у него эти деньги списывать обратно, а если Педро Гонсалес начнет буянить, она запустит бизнес-процесс. Это действительно работающая штука. Вот в стране, о которой я говорю, четыре платежных агента, с которыми потребовалось интегрироваться, потому что у них разные оказания услуг, разные API, разные покрытия, разные банки, с которыми они партнерствуют. 21 век мы видим раздробление всех сервисов. Больше ста бизнес-процессов, некоторые из которых идут годами. То есть пример бизнес-процесса, идущий годами. Человеку выдали кредит, и он его потом долго возвращает. Иногда через суды, через какие-то еще процедуры. Многолетняя цепочка бизнес-процессов. И что особенно меня всегда поражало, проведена интеграция с сервисами госуслуг множества стран. Я слово «госуслуги» использую специально в кавычках, использую в кавычках, да, потому что это не настоящие госуслуги, и госуслуги есть только в России. Я имею в виду информационные системы других государств. Ну, например, реестр отозванных паспортов Нигерии. У Нигерии есть IT, у них есть паспорта, у них есть сервисы, у сервисов есть API. Иногда эти сервисы защищены какой-нибудь капчей, которую тоже приходится как-то вводить. Но вот такая интеграция проведена для того, чтобы сервис автоматически выполнял огромное количество операций. Он способен сам пробить имущество любого гражданина Нигерии. Ну, кстати, России тоже. Это я рассказываю про Нигерию. Россию, разумеется, тоже. И выполнить все необходимые бизнес-действия. Вот это уникальная на самом деле вещь, когда мы видим, с каким количеством сервисов это интегрировано, и как это автоматически работает. Ну, будет справедливо сказать, что мы не единственные участники этого проекта. Проект разрабатывается восемью командами параллельно, но то, что вот показано на этом слайде, этим занимались, в том числе мы, ну, вот, пожалуй, телефонией занимались мы в меньшей степени. Это огромный проект, который полностью построен на Bitrix24, которым довольны его владельцы, которые масштабируются и так далее. Так можно. Интеграция с неведомым. Просто берешь, вспоминаешь базовую профессию и работаешь. Ну, и, соответственно, бизнес должен позволять это делать. Можно все. Вопрос наличия хоть какой-то технической возможности, ну, и бюджета на все эти приключения. Про бюджеты я вам скажу, у меня будет отдельный слайд. Последняя вещь, которую я хотел рассказать, она вот о чем. Если, вот мы так не рекомендуем делать, но учитывая, что три проекта за последний год такие мы видели, это будет только набирать обороты. Если вы владатель франшизы, если вы крупная сетевая компания, которая по каким-то причинам хочет отдавать что-то в массы, ну, вот сегодня во время презентации новой версии со мной рядом сидел на кресле человек, который тоже задавал этот вопрос. А как бы нам начать тиражировать сделанную функциональность? То есть создается, есть идея, берем B2X24, перерабатываем, дорабатываем, меняем, обкатываем на добровольцах и выпускаем в серию. Технологически так можно. В облаке, на базе единого сервиса с какой-то технологией виртуализации, продажи экземпляров приложения, как угодно. Конкретные примеры, о которых я говорил, это был франшизный бизнес, связанный с организацией коворкингов. Элементом франшизы является система автоматизации бизнеса, включая в себя B2X24. Это благотворительные компании, у которых очень много проблем и очень мало автоматизации. Ну, и еще пара очень специфических кейсов. Люди так делают, так можно. Вот слайд, который я обещал, и это я буду заканчивать, есть временные вопросы. Сколько это стоит? Я не стал вас мучить с понятием ставки часа, перемножать и так далее. Я покажу цены в рублях, они достаточно примерные, но тем не менее, не страшно их показывать. От малого к большому. Коммерческие предложения, ну, это уже после сегодняшнего релиза, это не актуально, но может быть. На самом деле, это простая достаточно вещь, за сумму не более чем 50 тысяч рублей, она может появиться в коробочной версии BITX24. Возможно, будут спрашивать. Мы работаем с облаками, но так складывается, что чаще мы работаем с коробочной версией. Хотя, в принципе, сейчас в облаке можно сделать почти все то же самое, что в коробке. Граница постепенно стирается, но в основном мы работаем в коробке, и все, что я показывал, было сделано в коробке. Согласование договоров стоит порядка 150 тысяч рублей. Типовые проекты, мы их называем специальные бизнес-процессы, этапные. Порядка 200. Интеграция с загадочным стоит бесконечных денег. Объясню, почему. Здесь дело не в абсолютной величине. Конечно, что бюджет существует, и в принципе его можно посчитать. Я не знаю полной стоимости этого проекта. Вопрос в другом, что задачи такого уровня превращаются из проекта в процесс. То есть это стоит примерно 400-500 тысяч рублей в месяц. Выделяется команда, выделяется квалифицированный менеджер проекта, очень неглупый, который понимает, что он делает, и на протяжении года, двух, трех он эту систему развивает. Если бизнес будет успешным, это всегда будет прибыльно, и заказчику никогда не надоест. Поэтому очень многие вещи, это касается не только Bitrix24, это касается вообще сложной разработки крупных сервисов. Это не проект, это процесс. Ну и fork Bitrix24 в облаке стоит три бесконечности. Я не готов назвать бюджет, но, пожалуй, я бы просто обозначить калибр. Ту оценку, которую мы делали для одного из кейсов, там было довольно много переделок логики. Бюджет был заложен около 10 миллионов рублей до запуска второй итерации. То есть первая итерация совсем пилотная, а вторая с большим количеством кейсов. Порядка 10 миллионов рублей. В годах это, ну, минимум полтора года работы. Минимум. Это большая работа. Мы такие вещи делаем. Долго-дорого можно все. Конференция приличная, поэтому я так скажу. Ищите меня в Фейсбуке. Я поскромничал, не написал телефон даже. Но, в общем, ищите меня в Фейсбуке, можно списаться, поговорить. Вот такими вещами мы занимаемся. Есть пять минут на вопросы. Спасибо. Спасибо, Степан. Если у вас есть у кого-то вопросы, можете задать. Обновление в коробке прощай. Отличный вопрос. Я, на самом деле, должен был слайд про это сделать. Обновление в коробке прощай спросили. По поводу обновления коробки. Есть слово, которое пугает клиентов, да и разработчиков тоже пугает. Оно называется «А вы трогаете ядро битрикса?» Ядро битрикса воспринимается в двух смыслах. С одной стороны, есть ядро фреймворка, которое мы, как правило, не трогаем. Это редчайший случай, по особому решению мы можем это сделать. И есть те вещи, которые формально к ядру битрикса не относятся, но реально при обновлениях могут быть перезатерты. Возьмем какой-нибудь простой пример. Вот живая лента. В живой ленте вы хотите получить какую-то свою кнопочку поле изменения. Не существует в рамках битрикс24 технологии обновления логики так, чтобы при обновлении это ваше изменение не слетело. Мы разработали и наши сотрудники читают специальный курс по правильной кастомизации битрикс24. Вот вебинары сейчас проходят, наши сотрудники их ведут. Есть некоторые ухищрения. Но в целом в коробке, если вы переходите на эту сторону силы, на светлую сторону силы, то обновление для вас превратится из просто нажатия зеленой кнопочки, как мы привыкли в битрикс управление сайтом, полчаса ожидания, превращается в то, что надо будет потратить часов 30 работы специалиста на то, чтобы он провел это обновление хорошо, аккуратно, в новогоднюю ночь, когда никто не работает в системе, и все продолжили работать. То есть это превращается в специальную операцию. Многие не обновляются, не буду врать. Многие из их клиентов принимают решение не обновляться, потому что не видят смысла, потому что больше благ получили здесь. Вот так. Спасибо. Скажите, был ли у вас опыт разработки сложных отчетов? На каком уровне аналитика? Вообще отчеты – это относительно простая задача на фоне того, что я рассказал. Вспомним, да, ну есть система, в ней есть эти данные, извлечь эти данные и красиво их показать. В общем, не очень большая задача. По поводу кейсов. Да, у нас был такой опыт, мы работали с рекламным агентством Нектарин, мы в облаке сделали для них систему текущего оперативного контроля показателей работы агентства. Это крупное агентство, занимающееся таргетированной контекстной СММ-рекламой. В каком смысле коллеги по цеху, но только они гораздо круче в своей теме, чем мы. И мы сделали им такую штуку, это вот одни сплошные отчеты. Еще и в облаке. Это уже довольно такой старенький кейс, года два с половиной назад три мы этим занимались. Ну, в общем, получилось хорошо. То есть это простая задача. Вот это из простых задач. Она может быть большая, но она простая. В облаке, в облаке. Да, это отдельная страничка, где на реакте было написано в JavaScript все, что нужно. Степан, большое спасибо. Спасибо.